красиво и удобно это на самом деле ну для меня например практически синониме но вы помните вокруг чего мы все время вертимся вокруг чувства собственного достоинства то есть с одной стороны хочется выглядеть элегантно и респектабельно но не зажато знаете как-нибудь там деревянный да с другой стороны важно чтобы человек выказывал уважение себе этой позы и тем людям с которыми он общается скажем если мы говорим о дамской позе ну у нас у дам есть несколько проблем да когда мы садимся у нас немножко юбочка поднимается и это и есть такое правило что все что выставляется на всеобщее обозрение должно быть но если не идеальным то по крайней мере выглядеть очень достойно и прилично так вот классические дамские позитуры это когда ножки могут быть вместе сведены на мой совет обязательно каждая дама должна сесть дома перед зеркалом посмотреть на себя и понять вот ей нравится то что она видит или не нравится если не очень нравится всегда можно придумать удобную позу ну например есть вот такая очень красивая смещенная позиция когда одна ножка чуть-чуть впереди другая позади опять каждая дама должна посмотреть на себя и понять ей нравится это или не нравится потому что если это нравится ей скорее всего это будет приятно и тем людям которые на нее смотрят есть еще одна очень красивая королевская позиция когда ножки вот так вот смещены причем заметьте мы не цепляемся ногой за ножку стула, да, а мы вот просто слегка собираем и слегка ставим на скосок. Правда, иногда некоторые дамы забывают об этом, делают вот так вот, это не очень красиво, да, но теоретически понятно, что дама хотела, наверное, выглядеть элегантной. Вот, собственно, три классические позы. Если вы найдете какую-то свою элегантную и достойную, ну, я лично буду только рада, поделитесь с нами. Вообще, поза нога на ногу, она чем сложна? Она пережимает кровеносные сосуды, и ножки затекают, отекают там, да, то есть в какой-то момент становится не очень удобным. И я позволю себе заметить, что поза нога на ногу, она очень неформальна. То есть вот, если вы человек адекватный и понимаете, где вы находитесь, с кем вы общаетесь и как должно себя вести, если вы понимаете, что это абсолютно возможно, то вы можете сесть. Но, единственное, коллеги, надеюсь, все меня слышат, что я не категорично, вот прям, знаете, так вот, окончательно бесповоротно, но тем не менее, все-таки обратите внимание на то, что или, вот если я сейчас говорю здесь на дамах, вот, или кладется нога на ногу вот так аккуратненько, причем, смотрите, мы не задираем ноги, да, не заваливаем их, мы аккуратненько огибаем одной голенью другую голень. И обратите внимание, ножки должны стоять, ну, по возможности, носки или параллельно, или опорная нога прямо, а второй носочек чуть-чуть смещен, потому что сидеть вот так, это не очень красиво. Более того, я напоминаю, что всегда следите за корпусом, потому что кладщик сидит вот так, это не очень красиво. Или носочки вот так вот параллельно, или, ну, может быть, чуть-чуть слегка разведены. Вот если дама не может так сесть, потому что иногда у дам, ну, боженька дал им дивные формы, то лучше тогда вообще не класть нога на ногу. И есть очень красивая смещенная позиция, когда можно сидеть вот так. Но, опять же, не вот так вот, да, но и не вот так вот. А нужно выбрать какую-то элегантную, комфортную позу, в которой и вам будет удобно, хорошо, и в этом будет чувство собственного достоинства, и это будет, ну, если хотите, может быть, это звучит придержка, но, тем не менее, это будет комплимент тем людям, которые на вас смотрят. Потому что любому человеку, не важно, будь то мужчина или женщина, им приятно смотреть на людей собранных, элегантных, уважающих себя и того, с кем они общаются. Поскольку это классическая дамская позитура, вот даже если вы воспринимаете ее сексуально, придраться и поймать меня на том, что я дразню вас, вы не можете, потому что это классическая дамская позитура. Другой вопрос, смотрите, я сижу сейчас с вами разговариваю, говорю, знаете, Владимир, там то-то, 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 да? Это одна история. Когда я буду сидеть вот так вот, вот так вот, то понятно, что это вызов. А когда мы принимаем элегантную позу, которая вполне возможно выглядит дерзкой, но при этом мы ведем диалог, мы микшируем, ну, как бы сглаживаем вот сексуальность этой позы тем, что мы относимся к ней просто как к позе. Вы понимаете, нет, безусловно, хороших или, безусловно, плохих поз. Всегда важен контекст. Сексуальность, это очень хорошо, и уж простите, позволю себе замечание, именно мое, экспертное, но приватное, что, к сожалению, все, что связано с сексуальностью в самом красивом смысле этого слова, уходит. И у нас демонстрировать сексуальность изящно на сегодняшний день, это и желание демонстрировать ее изящно может уходить, и навыки демонстрировать изящно тоже уходят. Очень часто люди не умеют, они, может быть, и хотят, но они не умеют этого делать. Пока!